Всем привет дорогие друзья, с вами Вадим и сегодня у нас взгляд на хоррор, который называется Тили Тили Бом 2. Не знаю куда делать на самом деле первая часть, такая же ситуация была с симулятором вора, но вот не знаю, вот в последнее время пропадают куда-то первые части и хрен пойми где их искать, поэтому я решил все-таки хотя бы во вторую поиграть. И ладно, выбираем с вами русский язык, а в 2018 году в городе Кали произошло убийство по-видимому пастуха и отец 10-летней девочки по имени Давид. Так, я что-то не понял, сейчас, в смысле, кто такая Давид, ну ладно, по имени Давид прибыл в нет... А, это новое предложение, хорошо. А Давид прибыл в нетрезвом состоянии бить жену Софию Мендесбум и девушку Сара София взлетела на край смерти. У девочки был рак, с большой буквы спешу отметить. Кто такой рак, я, конечно же, не знаю. Мать девочки умерла и субъект бросил свое тело без жизни в поток дождевой воды. А девушка Сара, с которой я приехал в больницу, где она умерла неожиданно. А через несколько дней назад Дэвид о суициду... Что? И в записке раскрыл все, что случилось после. Эта игра содержит аудио с эффектом 8D. Используйте слушание, играйте с выключенным светом, когда вы находитесь в Хайден, что-то там. А само качество графики выбирается в зависимости от вашего устройства для повышения эффективности и оптимизировать игру. Вот такое вот описание. Начало работы. Начинаем работу, конечно. Чё, почему бы и нет? А, это капец, это только главное меню. Мне же, наверное, стоило начинать отсюда вообще. Так, тут телите любом, хрен его знает с авторскими правами или нет. Так, кредиты и уволятся, вы чё? Так, погодите, что такое вообще кредиты? Так, ну я нажму, я надеюсь, ничего такого страшного не будет. Так, хорошо. А, Карлос Роналду. Годой, хорошо, всё, я понял. Так, что это? А, это типа связь с ним. Можно уволиться, но мы с вами это делать не будем, поэтому запускаем играть. RG Games Company 2020. И тут у нас какая-то заставка. А, и ещё у нас какая-то баба там что-то напилает, и я надеюсь, что это не с авторскими правами. Если что, я буду её перекрикивать. Поэтому я с тобой... Так, пропускать пока не будем, мне интересно, что здесь происходит. Так, я... Ага, я так понимаю, это какой-то спидпейн, да? Это... Ну да, это спидпейн, походу, какой-то, я не знаю. Так, я, Сара... Так, погоди, а как она поёт? Я не понимаю, а она то ли на каком-то другом языке поёт, то ли на русском? Так, ну хорошо. А, заставку... Да, телебом, да, хорошо. Я... Да, 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 вторая часть, всё прекрасно, конечно. А может уже всё, да? Типа, я понял, спидпейн, ну хороший арт на самом деле, я не спорю. Так. Ну всё, загрузка. Найдите все заметки, чтобы вы поняли историю, вы не знаете, кто вы и почему вы находитесь в этом месте. Если щелкнуть слово «заметки», вы сможете увидеть все найденные заметки и перечитать их. Если вы хотите взаимодействовать с объектом, просто коснитесь его после. Найдите способ сбежать из этого места, найдите и соберите ключи, разбросанные по всей больнице, чтобы открыть двери. А, чтобы открыть двери, не позволяйте дьяволу подходить слишком близко, когда вы скрыты и слышите, как шумы не уходят до тех пор, пока не закончится шум или вы не умрёте. Я немного не вдупляю, но ладно. Используют слуховые аппараты для улучшения опыта. Ладно. Отелите любом два, эпизод первый. Вы можете настроить чувствительность по своему вкусу. Хорошо. По своему? Давай по своему. Так, после. Хорошо. Ну, я настроил примечания, какие-то примечания. Ладно. Ага, сразу находим ключ с вами. Вот просто заставка была просто прекрасной. Особенно. А чё так много ключей? Вот, блин, с Ландрине бы столько ключей было на самом деле. А ты убил её, если ты виновен смерти моей Сары. Это, знаете, как в этих... Это как в типичных судах. Если ты убил её, ты виновен всё. Ты, блин, падла такая, виновен. Так, это мне, кстати говоря, что-то напоминает. Вот прям буквально, только я не знаю что. Так, давайте в присядку тогда, Шуре. Игра просто охренеть как замечательно оптимизирована. Я это уже прямо чувствую, я это прямо ощущаю. Так, а открывать здесь будешь что-нибудь, дружище? Так, это что такое? А, это просто настройка чувствительности. Ну всё, после. Всё, после. Уходим отсюда, после. У нас всё после. Это у нас что такое? Это у нас вообще ничего. Буквально. Так, ага. Вот так вот мы можем бегать. Так, ну ты пробегись. Ну вот другое дело. Так, вот теперь записки здесь более-менее интересно искать. Здесь такой просто захватывающий сюжет. И многие моменты сложно как-то переосмыслить. Так, а чекаем с вами толкан. Ну, может быть, какой-то скример сейчас будет. Вот просто. Да ладно, как же так? А почему же я не испугался? Хотя вот вибрация сейчас была довольно-таки неприятная. Мог бы, конечно, и телефон откинуть из-за неё. Но как-то слишком предсказуемо, знаете ли. Так, мы нашли с вами какие-то примечания, да? Ну хорошо, так, я вот только забыл. Это типа записку я где-то забрал, да? Это типа как по канону Слендера или что-то в этом роде. Хорошо, тогда просто. А что просто? Просто пройдём сюда. Кстати, реально, вот какую-то мне это карту напоминает. Стырину вот прям вот. Да, конечно, телебом ваш. Вот этот вот. Так, это незаметный ключ. Не знаю, как я его вообще заметил, почему я такой ключ заметил. А вот кто смотрел вообще Слендерину, то те поймут скорее, о чём я говорю. То там я ключи почему-то не замечал. Вот очень загадочная причина на самом деле. Вот серьёзно. А где, собственно говоря, ещё примечания? Где я могу найти примечания? Мне очень стало интересно, что в них будет написано. Поэтому, пожалуйста, просветите меня. Мне очень интересен сюжет в этой игре. В этой игру неинтересно играть на английском, когда есть русский язык. Так, тут какая-то вибрация. Вот, походу, ещё одно примечание, да? Так. Официальное заявление 05.23. Университетская больница отвергает все виды медицинской халатности, которые могут привести к смерти человека. Наша обязанность, как больницы, предоставить всевозможную человеческую помощь. Университетская больница приносит свои извинения за случившееся. В ходе расследований, проведённых обвинением, можно установить, что доктор Джульет Гутьерес невиновна в смерти девочки Сары Софии Бомпизар, для которой она будет продолжать оказывать услуги в этой больнице. Слушай, а чё такой адекватный перевод? Я что-то не понял. Что происходит в этой игре? Типа, разраб такой сначала. Ай, ладно, попробую это, позвать кого-нибудь там, какого-то нормального русского человека, чтобы он это всё более конкретно так перевёл. А чё происходит? А чё за гличи? Что за глич-мод началось? А, здравствуйте, здравствуйте, хорошо. Это как это там называется? Тарантул Игорь? Привет, Тарантул Игорь. Тарантул Игорь, а куда вы направляетесь? Так, Тарантул Игорь чё-то это... Меня, походу, зажал. Так, Тарантул Игорь, я пока закроюсь в своей комнате, если вы, конечно, не против. Это в целях... Это... Да, отряжись от меня, ты мертвец. Да не может быть, перезагружать. А что я тогда должен был сделать? Итак, я нашёл ещё одну записку. Мнение о смерти после вскрытия трупа малой... Малой Сары или малой, ладно. Малой Сары, а почему с маленькой буквы, кстати. А Софии Бомпизар основной причиной смерти считалась острая боль человека, вызвавшего и... инофилактический шок, унёсший жизнь несовершеннолетнего. Или несовершеннолетней. Сара, это был он или она вообще? Ну ладно. Несовершеннолетний был госпитализирован, но доза была предоставлена. Морфин не мог уменьшить боль до уровня шлока. Опять-таки, игра радует меня такими бегающими человечками. Так, это на меня ещё кто-то нападать должен был, да? Нет? Ну, кроме этой женщины, разумеется. Это я вернулся назад, да? Что происходит вообще? Я, честно говоря, не понимаю. Я уже, блин, даже забыл, что хотел сказать на самом деле. Так, а тут пройти можно ведь, так? Блин, а чё так много ключей? Я вот что-то не понимаю. И больница какая-то очень большая. Так, а здесь что? Ну так, ну тут Тедди. А, это логотип игры. Так, а ты можешь пройти нормально? О, тихо, не надо так говорить. Так, ладно, это дезинфа. Разумеется. Думал, может, тут какой-то код будет. Но нет, к сожалению. Здесь просто какая-то дезинформация на определённом языке. Это я чё, опять сюда вернулся? Или так всё повторяется, что ли? Так, примечания будут. Мне просто стало очень интересно, что там написано. Такой захватывающий сюжет, как всегда. А вот и примечание нашёл. Криминальные новости 75-85. Госпожа Джульетта Гутерст-Агуделло была освобождена от жалобы, поданной за убийство по неосторожности в связи с гибелью несовершеннолетней Сары Софии. Бомпизар. Всего в 10 лет в университетской больнице, которая была признана невиновной, о суде муниципального суда города Кали. Поэтому жалоба была закрыта, и женщина может продолжать оказывать свои услуги в этой больнице. Так, ну, то есть, какая-то женщина, походу, ну, взяла на себя ответственность за операцию с Сарой, там, хрен его пойми, я так понимаю. И что-то пошло не так, она умерла, но её всё-таки суд не признал виновной. Всё-таки повезло-повезло, как говорится. Так, опять просто дохрена ключи, зачем мне эти все ключи? Так, тут будет какая-то химия сейчас, да? Ну, или нет? Так, а ты можешь сюда пройти, дружище? Хотя я вообще не знаю, кто ты, он или она, потому что игра мне всё равно это не объяснит ни за что никогда в жизни. Так, примечание не спрятано, или, может быть, я очень слепой? Итак, сейчас мы будем с вами проверять вот эти коды, я так понимаю, да? Так, это ты убил её. Так, мнение о смерти. Давайте, допустим, 0502. 0502. Вот чисто вот так вот попробовал. Нет, не прокатило. Так, выйди, выйди. Я тебе говорю, что? Я тебе что сказал? Выйди. Так, а это что? А это у меня камера там дёргается. А можешь по-человечески выйти, а? По-человечески. Вот, всё, спасибо. Так, 75-85. 75-85. Вот, вот. Вот это уже другое дело, так я и думал. Так, новое примечание, ради которого я сюда пришёл. Дорогой дневник, сегодня я извинился перед Богом, потому что я не могу уделять больше времени без наркотиков, и я коснулся принимать. Угу. Всё с тобой понятно, да. А, это я могу спуститься, правильно ведь? Так, а сцена? Да ладно, ты шо? Такого быть не может. Так, это выбрать я должен. Типа... Последовательность? Что это? Куда я поехал? Так, извините-ка, пожалуйста, а куда я... Я реально куда-то поехал. Так, это... Не, я не могу разобрать, что там написано. Просто с вами куда-то спускаемся через текстуры. Надеюсь, у меня запись не вылетит. А то всё как-то подлагивает подозрительно. Шо я аж в афиге немного. Так, это я в морг припёрся, да? А можно я выйду отсюда? Игра. Алё. Алё, гараж. Мне выйти надо. Так, всё. А? Что такое? Всё другое дело. Так. Только записка почему-то по непонятной причине открылась, но ничего страшного. Ой, так тут всё открывать можно. Да ладно, ну вы шо? А сверху можно? А можно. А если там что-то есть? А если я не узнаю, что там? Ну ты что, игра? Я ж прыгать не умею, вроде как. Ну хотя по факту и вправду не умею прыгать. Так, а может здесь надо использовать какие-то ключи по-любому? Ну я, конечно, могу ошибаться, но... Всё-таки попробовать стоит. Ага. Это должен был быть скример, но они меня пугают в основном только вибрации. Я не знаю, как меня этот медведь должен был напугать. Ну ладно. Так, это чё такое? Что это такое? Подожди, подожди, подожди. Не торопи события. Тут тоже есть что-то важное, скорее всего. Поэтому я здесь хочу что-то глянуть. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не торопи меня никуда просто. Не торопи. Мне очень интересно. Вдруг я здесь что-то пропущу. Так, ну ладно. Видимо, уже терять нечего. Куда ты нахрен полез? Это типа прятки такие или шо? Или ты букв... Да ну нахрен, ты издеваешься? Без комментариев. Так, а вот эту записку я смотрел. О, диплом медицины. Место степени университет Валье Каукана. Это название медицины присваивается... А дальше я читать не буду, потому что почерк... Ну, вернее, шрифт очень-очень вообще непонятный. Опять мы с вами возвращаемся в туалет. За очередным примечанием, которое, скорее всего, будет уже, наверное, написано. Туалетные бумаги. Я не знаю. Так, ну где? Где мое примечание? Дайте мне это прекрасное примечание. Так, ну ты мне сейчас вообще нахрен не нужна. Извини, конечно, но ты меня уже успел несколько раз нелепо убить. Я даже не понял, как это произошло. Поэтому уж извини. Мне тебя немножечко придется отвергнуть. Так, я что-то немного потерялся. Куда я шел? Откуда вышел? Так, аль, да, е-мое управление. Управление, все спокойно, успокойся, управление. Мне сейчас нужно пройти вперед. И что же меня ждет? Так, ну давай, давай примечание. Нахрен мне этот ключ, ну сколько можно? Вот, блин, вот просто закидали ключами. Я уже, кстати говоря, и второй этаж прочистил там вот это все дело. Вот. И осталась у нас вроде как эта дверь, да? Так. И что теперь? Эта бабень сейчас, скорее всего, по скрипту где-то появится, да? И все, она меня начнет валить. Так, сорок. Стоп, 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 стоп. Так, это не то. А, это типа сюжет так вот собирается, да? Так, три. Официально отвергает все виды. А, нет, это мы уже читали, хорошо. Сейчас, скорее всего, эта шваль появится, да? Ну, я так понимаю. Да, она все-таки здесь появилась. Ну, а проблема-то в чем? Я не знаю, что мне делать. А, прятаться вот так. Все, я понял вас. Так, и ждать, пока глич пропадет? Я правильно, я вас правильно понял, да? Блин, ну не надо тут ходить. Ну, ну шо ж ты, блин, она аж скользит. Ну, ё-моё. Ну, провал, ну, проваливай ты уже отсюда, а. Сначала ползла, теперь ходит, блин. Ну, все, уходи, все, нормально. Ну, все, игра не глюща. Все нормально, все хорошо. Она ушла. Так, она там что-то разоралась, видимо. Не, ну, может, ты свалишь уже, наконец-то. Я тут что, три часа что-ли буду сидеть, а? Ляг, поспи, в самом деле, истерику тут завела. Да охренеть, она меня тут поджидала. Игра сломана нафиг, вот серьезно. Она меня просто поджидала. Она же там ушла. В смысле? Вы чё? Телетелебом, блин. Охренеть, конечно. Вот эта игра жестко обламывает. Ну, ладно. Ой. Хрен его, короче, знает. Может быть, надо было и здесь еще применить код. Ну. Короче, хрен уж с этой игрой. Есть еще, вроде как, третья часть. Если хотите третью часть, то пишите в комментариях. Ну, а мне на самом деле сказать нечего. Просто очевидно только то, что эта игра очень сырая и, как оказалось, ну, довольно плохая. Так, здесь я не знаю, как это описать. И не знаю, как это объяснить. Поэтому все. Давайте на этом заканчивать. В принципе, тут даже комментарии не нужны. Я просто... Ну, все. Я дар речи потерял. Вот эта игра не особо может похвастаться своими скримерами. Ну, да. Не может она похвастаться скримерами, своим сюжетом и чем-то еще в подобном роде. Поэтому все. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Судьи группы ВКонтакте. У меня как раз-таки еще вот так вот грустненько начал идти дождь за окном. Прям вообще все вовремя. И все. Всем удачи и всем пока.